Как прошли последние выходные лета, об этом вместе с коллегами расскажем. В студии с новостями к этому часу я, Кристина Грищенко. Здравствуйте. Около 27 тысяч северян смогут улучшить жилищные условия, узнавая программу ускоренного переселения из ветхого и аварийного жилья. Второй день празднования 80-летия Дервиша прошел под аккомпанемент военных духовых оркестров. Как встретили зрители, расскажем. Выставка «Северный конвой» от матроса до адмирала открылась в гостиных дворах, а связь времен установили через телемост. Пять сданы, еще 15 строятся. На втором этапе программы переселения количество возводимых домов в регионе 20. Власти уверены, подходить к застройке территории нужно комплексно. Вопрос обсуждался в правительстве на встрече с представителями фонда реформирования ЖКХ. Цель этой встречи – снять оставшиеся вопросы по выполнению проектов комплексного развития территорий. Уже дан старт работам по четырем пилотным участкам. Общая площадь – 11 гектаров. Три территории в Архангельске. Это кварталы Новоучейского, обводном канале и на Гагарина, и одна в Северодвинске. Везде есть как аварийные, так и планируемые к расселению деревянные здания. Планируем за счет комплексности подхода к кварталу постараться решить все проблемы в этом квартале. То есть идеальная задача, которую мы для себя ставим – позаниматься кварталом полностью, и потом к нему уже много лет не возвращаться. Сделать хороший, замечательный и новый современный квартал. То есть северяне из аварийных домов, которые попали в проект комплексного развития, получают возможность ускоренного расселения, а будущие покупатели жилья и жители прилегающих домов – новые объекты благоустройства и коммунальной инфраструктуры. В фонде ЖКХ отмечают поручение президента о продлении программы переселения предполагает и новые задачи. Ввязать мероприятие программы 2017 года, ну то есть первого этапа, назовем так, программы по нацпроекту, и уже вот этой новой программы в части, опять же, КРТ. Вот потому что для вас это источник. Всего на втором этапе программы количество возводимых домов в регионе 20, при этом 5 уже сданы. Несмотря на то, что программа рассчитана до 2025 года, завершение планируется досрочное. Около 27 тысяч северян смогут улучшить свои жилищные условия. 42 тысячи квадратных метров непригодных квартир будут расселены. Артемий Заварзин, Регион 29. Более 80 миллионов рублей выделено на дорогу в Пинниге и на улице Кудрина, наконец, начались ремонтные работы. Сколько лет их ждали жители и когда подрядчик должен сдать объект, узнал Артемий Заварзин. Ремонтировалась больше 20 лет назад. Потому сказать, что состояние дороги на улице Кудрина неудовлетворительное, это еще мягко описать ситуацию. Тем более, что здесь проходит региональная трасса Архангельск-Мизень. Давно уже пора было ее отремонтировать, но, как обычно, у государства не хватает средств. Деньги нашлись. Еще в июне стало известно, что губернатор поручил найти финансирование для ремонта. Тем более, что вблизи Пинниги в этом году находится асфальтовый завод. Если этот шанс не использовать, то следующий наступил бы не скоро. В этом году из оригинального бюджета на ремонт этой улицы выделено более 80 миллионов рублей. Это средства оригинального дорожного фонда. Средства выделены по поручению губернатора Архангельской области. Дорогу обновят на всем протяжении улицы Кудрина. На отдельных участках сделают и тротуары. Есть места, где асфальт стерся вовсе, там также должны навести порядок. Работы по проектированию и ремонту в рамках госпрограммы развития транспортной системы Архангельской области. Подрядчик на объекте с середины августа. Ремонт сложный. Происходит резервование старого асфальтобетона. Нарезаем продольный поперечный профиль. Укладываем два слоя асфальта. Присыпные обочины. Окончание работы на улице Кудрина запланировано на октябрь. Артемий Заварзин, Алиса Павлова, Регион 29. Уже завтра в Архангельске состоится военно-морской парад к 80-летию прихода первого конвоя «Дервиш». Немного расскажем обо всей программе дня. Итак, в 10 утра в акватории Северной Двины в районе Красной пристани начнется парад, который завершится выступлением авиационной группы «Русские витязи». В районе улицы Карла Либнихта будет работать выставка вооружения и техники Беломорской военно-морской базы. В 13 часов на площади мира начнется торжественное шествие духовых оркестров участников 9-го фестиваля «Дирекционт Норд Дервиш». Завершатся торжества большим праздничным концертом «Морская слава России», который начнется на Красной пристани в 18 часов. Ирким финалом станет праздничный салют. А второй день празднования 80-летия «Дервиша» начался под аккомпанемент военно-духовых оркестров на площади у театра драмы «Долгожданный Дирекционт Норд». К встрече со зрителем и слушателем готовы 9 профессиональных духовых оркестров из Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы, Мирного, Северодвинска и, конечно же, Архангельска. На площади перед театром драмы во всем великолепии под торжественные звуки марширует военный оркестр. Музыканты демонстрируют публике виртуозное мастерство исполнения, сложные перестроения и играют знакомые мелодии. В фестивале участвует Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы. В его репертуаре звучат «Калинка», «Яблочко» и многие другие известные всем песни. Адмиралтейскому оркестру всегда очень приятно выступать. Концертный оркестр, который особенно вот здесь, в Архангельске, в столице Русского Севера, всегда очень приятно, что очень бросилось всегда в глаза. И впечатление первое от Архангельска, конечно же, гостеприимство, высшей степени организованности и так далее. Музыканты это оценили, всем очень приятно. Военные духовые оркестры устроили зрителю настоящее шоу. Были здесь и народные танцы, и военные пляски, шутливые композиции. Я постоянный зритель дирекционного орда фестиваля и обожаю эти фестивали. Безусловный заряд эмоций, восхитительно, прелестно, браво. Я счастлива, что я 18 августа не уехала в город Муромос, где я сейчас постоянно проживаю. Но родом из Архангельска, прелесть просто. Подняли настроение. Это не то слово. Как музыка вообще. Отличное, превосходное, все замечательно. Фестиваль дирекционнорд в этом году проводится в девятый раз. Праздник приурочен к 80-й годовщине прихода первого союзного конвоя в Архангельск. Мы чтим память об участниках северных конвоев. Мы желаем доброго здоровья ветеранам Великой Отечественной войны, живущих с нами. И, конечно, благодарим их за то, что можем слышать сегодня не звуки бомбежки, а музыкальные шедевры в исполнении лучших профессиональных коллективов нашей страны. Сегодня большой праздничный концерт «Караван Победы» пройдет в Архангельском театре драмы. Подарком к юбилейной дате станет выступление академического ансамбля «Песни и пляски» российской армии имени Александрова. Заключительным аккордом праздника станет концертная программа «Морская слава России» 31 августа на Красной пристани. Дарья Евграфова, Александр Богданович, Денис Линчевский, Регион 29. Гостиные дворы отметили 80-летний юбилей прихода в Архангельск Дервиша, новая выставка «Северные конвои» от матроса до адмирала. И на этом не остановились, продолжилось все уникальным телемостом рукопожатия через моря и океана. Подробности в сюжете. На выставке «Северные конвои» от матроса до адмирала можно увидеть рассекреченные документы, фотографии, макеты кораблей в форму моряков. На самом деле очень достойная выставка сама по себе. И интерактивные экраны, рассекреченные документы, очень много интересного, люди, фотографии. То есть ты понимаешь, что они действительно здесь были, спасали наших людей от голода. Просто очень интересно выглядит выставка. И не скучно смотреть и наблюдать за этим всем. Материал собирали благодаря помощи родственников ветеранов конвоев, коллекционеров, историков. Матроса до адмирала это образно. Потому что мы вспоминаем не только моряков, но мы вспоминаем и летчиков. Мы вспоминаем портовиков, мы вспоминаем судоремонтников, мы вспоминаем железнодорожников. Люди, которые внесли огромный вклад в обслуживание этих труднейших арктических северных конвоев. Это и американцы, это и британцы, это поляки, это французы. Все, кто участвовали. Одной из первых посетителей выставки стала Инеля Земчик. Архангела Городко помнит время, когда корабли союзников зашли в город. Помню моряков. Мама говорит, ой, такие ребята. Вроде их выпустили, чтобы они по набережной проходили. Вот мы бежали туда, есть хотели страшно. Потом поняли, что надо просить. Кричали, халлоу, халлоу, ну, значит, давали. На выставке можно встретить и образцы продукции, которые доставляли по Ленд-Лизу в Архангельск. Здесь множество новых экспонатов. Она подчеркивает роль и значение города Архангельска, города Северодвинска. В общей победе над захватчиками. И, конечно, будет интересно и гостям города, и жителям Архангельской области, представителям всех поколений. Мы очень уверены и надеемся, что юным северянам это очень важно и значимо. Особенность этого года – возобновленная традиция самой широкой географии участников. Телемост рукопожачий через моря и океаны. Он связал спустя 80 лет участников северных конвоев, а также их детей и внуков, живущих как в Архангельске, так и в Англии, США, Канаде и других странах мира. Нам кажется, что это будут какие-то человеческие разговоры, не только официальные слова, которые, конечно, должны быть, но вот эта вот идея people to people, от человека к человеку, от людей к людей, вот эта вот идея именно в эти знаменательные дни, мне кажется, она ключевая. Удалось выйти на связь и с 97-летним ветераном арктических конвоев, лётчиком Королевских ВВС Арнольдом Вилкинсом, который рассказал о своих полётах. Я бы хотел, прежде всего, в конце губернатора Арктической области Александра Витальевича Стасбульска, желать прежде всего крепкого здоровья ветеранов, потому что именно они прошли это, они дали нам жизнь. А пожелаю сохранять память и веру, и, конечно же, охранять мир на нашем планете. Напомним, что главные торжественные события пройдут непосредственно в День северных конвоев, 31 августа. Мария Кузичева, Александр Богданович, Денис Линчевский, Регион 29. С Дома молодёжи исчезнет знаменитая граффити, но лишь на полгода. Здесь в середине августа вовсю идут ремонтные работы, которых не было самой постройки. Сейчас подготовка к утеплению всего здания на ремонт Дома молодёжи из областного бюджета выделили около 102 миллионов рублей. Но в виде здания предстанет в конце года. Мы к этому шли уже несколько лет. Мы очень много ремонтов сделали внутри. У нас появились классные, хорошие, креативные пространства. И в какой-то момент мы понимали основную проблему. У нас холодно. В тот момент, когда я пришёл работать сюда, в молодёжный центр, основная проблема – это было холод. Очень много жалоб. Мы с этим старались как-то бороться. После окончания работ вместо старого знаменитая граффити появится новая. Кстати, на прошлой неделе наш Дом молодёжи получил награду как одной из десяти лучших креативных молодёжных пространств в стране. На выплаты медикам, участвующим в вакцинации от COVID-19, выделили почти 8 миллиардов рублей. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Деньги из резервного фонда правительства страны – это выплаты, стимулирующие за дополнительную нагрузку врачам на покрытие расходов, связанных с оплатой отпусков и компенсацией за неиспользованные дни отдыха. А времени для передышки и правда нет. В нашем регионе больше 300 тысяч жителей сделали первую прививку. Полный комплекс прошли около 270 тысяч северян. Впереди 1 сентября. Огромное количество людей вернётся из отпусков. Начнётся очная учёба в школах. Нам бы очень не хотелось, чтобы возникали вспышки. Поэтому я призываю всех преподавателей, родителей и детей обязательно вакцинироваться. Что касается выплатам медикам, участвующим в вакцинации, то в течение месяца Минздрав должен обеспечить заключение соглашения о выделении средств из федеральной казны бюджетом региона. Итоги понедельника подведём вместе в 19 часов ровно. Не прощаюсь. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова